Единственное, что я мог бы по-настоящему предложить молодому начинающему студенту, это дисциплина. Кроме дисциплины, ничего большего предложить практически невозможно. Необходима дисциплина в организации времени, необходима дисциплина в организации чтения, в организации того, что я пишу, необходима во всем дисциплина. Вообще дисциплина это неплохая вещь. Мы боимся иногда дисциплины, кажется, что она нас куда-то уведет, она стеснит, она свяжет. На самом деле дисциплина развязывает. Дисциплинирование помогает нам правильно использовать свои ресурсы. Поэтому очень важно правильно дисциплинировать себя. Не только знать, как учиться, не только иметь желание учиться, но и правильно распределить все свои ресурсы. Прежде всего, время. Сегодня самый главный ресурс – это время. Поставьте правильные приоритеты. Отведите определенное количество времени. Обычно это не так уж много. Ну, предположим, час в день на систематическое богословское образование. Если вам покажется много час в день, полчаса в день, но выдержите это время, и дисциплина поможет вам очень быстро войти в ритм обучения и получить полное образование так, как его дает любое богословское учебное заведение. Я думаю, что, наверное, на начальных этапах и, в принципе, вообще начинающему студенту важно понять, что должны быть освоены некоторые навыки. Навыки обучения. То есть человек должен научиться читать, научиться конспектировать, научиться повторять изученные материалы. Это тоже очень важно. И, конечно же, понять, что некоторые из этих навыков они дают свои плоды не сразу, а спустя некоторое время. И еще думаю, что очень важно научиться использовать свой потенциал и не забывать о том, что нужно вовремя отдыхать. Потому что если человек не отдыхает, не отдыхает активно, не использует свои физические возможности, то есть не разгружает себя, то очень легко и очень быстро можно просто потерять, растерять свой потенциал, свои возможности. Пожалуй, я бы сказал, что важнее всего знать, что не все будет получаться. У большинства студентов, у меня лично, не все получалось и не все получается. И когда у вас будут какие-то ошибки, какие-то неудачи в учебе, не останавливаться. Продолжать по новой пробовать. И тогда вы достигнете результата. Если после первого поражения вы сдадитесь, вот тогда вы не дойдете к цели. Я думаю, что еще будет много разных ответов, и, наверное, каждый студент тоже будет искать для себя ответы. Но что мне помогало в учебе, это осознание того, что учусь не только я. Потому что учится со мной моя семья, это моя жена, мои дети, мои родные, мои сотрудники, с которыми я вместе работаю. Потому что когда человек учится, то часть его нагрузки эмоциональной и рабочей, даже преподавательская, ложится на других людей. И поэтому это не я учусь, а мы учимся вместе, потому что создаем эту атмосферу и возможность для учебы. Поэтому я бы рекомендовал максимально строить отношения со своим кругом, с домашними сотрудниками, для того, чтобы успешно учиться. Во-первых, разобраться с приоритетами. Если человек выбирает для себя определенный отрезок времени для обучения, значит, нужно четко расставить приоритеты. Это означает, что нужно отсеять, убрать лишние мероприятия. Нужно оставить все то, что может отвлекать от обучения и просто мешать. Выбрав приоритеты, действовать согласно приоритетам. Вот это важный момент. А второй момент – это, конечно же, дисциплина. Если человек учится дисциплине, дисциплинирует себя, тогда он сможет успешно учиться и, более того, успешно закончить. Было бы неплохо, если бы в учебных заведениях все начиналось именно с такого предмета, вводного предмета, который ознакомляет студентов с процессом образования. То есть, что это такое? Для чего вообще им учиться? Что они должны постигать? Если мы здесь говорим о богословской сфере образования, что такое богословие, в чем специфика богословского образования. Вот такие вот вещи нужно студенту знать, но это не обязанность студенту. Это обязанность учебного заведения преподнести или преподать студенту вот такие азы. Азы в том, что такое образование, что такое образовательный процесс, что такое специфика богословского образования в сравнении с другими какими-то образованиями и так далее. Вот это если есть учебного заведения, если студент ознакомлен с этими какими-то азами, то тогда ему, конечно, гораздо проще будет, во-первых, знать, что он должен ожидать, что он смеет ожидать, на что он может надеяться в образовательном процессе, на что он может рассчитывать, и что его ожидает в каком-то конечном этапе образовательного процесса. Все это прописано в любой школе, но не все школы справляются с этим. Первое – это слушать преподавателей или инструкторов. Весь учебный процесс, он хорошо спланирован. И если ему следовать, то есть надежда, что студент дойдет до заветного выпуска. Второй совет, и он очень важен, – это выделить реальное время. Если студент не распланирует хорошо время, он просто не сможет дойти до конца. В той или иной богословской программе или богословском учебном заведении должен, наверное, ставить достаточно реалистичные цели перед собой, но они должны быть. Наверное, рассматривать свое обучение как некое путешествие, в котором он открывает что-то новое для себя. Экспериментировать. Если учебная программа позволяет взять различные предметы от различных преподавателей, запастись терпением и, как говорится, шаг за шагом продвигаться в мир знаний. Естественно, очень хорошо, когда человек изучает тот или иной предмет, который находит отклик. Во-первых, ему это интересно. Во-вторых, он видит, как это может быть применимо в его собственной жизни. Не разочароваться. Ну что же, здесь по всей вероятности очень важно быть мужественным, быть твердым. Понимаю, что иногда мы только со второй, с третьей, с четвертой дисциплины, с пятого курса начинаем как-то эту всю картинку собирать. Не всегда один курс является всем во всем. Постепенно, наверное, человек может по-особому найти для себя ценность в богословском образовании, может быть, даже несколько лет после того, когда он оканчивает вуз или программу. Но здесь самое главное, шаг за шагом, методологически, мужественно, наверное, ставить нужные вопросы и включаться. Ни один преподаватель, ни один курс не сможет человеку помочь, если у человека нет собственного интереса. Нужно включаться, подключаться, ставить вопросы, и вообще-то задаваться вопросом, насколько это полезно, как это поможет мне, что мне интересно, что это помогает мне в понимании других вопросов. То есть человек должен подходить творчески. Учиться, или говоря библейским языком, познавать. И познание — это процессы, это работа. И в моей практике я заметил, что многие верующие люди, приходя в христианское учебное заведение, имеют не совсем правильное представление христианского образования. Им почему-то кажется, что оно должно отличаться от образования, которое существует в светских вузах, но я думаю, это не совсем правильно, потому что любое образование, оно основано на тех законах, которые Бог вложил, созидая нас. И поэтому, приходя в учебное заведение, в семинарии, в христианском университете, студент должен понимать, что ему нужно работать. Многие думают, что мы придем, мы будем слушать, как нам будут читать из Библии, учить чему-то, и мы будем это слушать, и затем, может быть, применять. Но для того, чтобы что-то учить, мало знать лишь только текст Священного Писания. Для этого нужно знать, как его использовать, как его правильно передавать, для этого нужно говорить грамотно, а для этого существуют различные курсы, поэтому все курсы, которые, кажется, даже иногда студенту не связаны, с его прямой специализацией они имеют определенную направленность, поэтому студент должен понимать, что учеба – это работа, это процесс, это созидание, и он дает прекрасный результат. Занимайтесь планированием. Для того, чтобы успешно выполнять всю учебу, надо серьезно планировать свое время, чтобы отделить главное от второстепенного. В планировании могут помогать и календари, и ежедневники, и компьютерные программы. Определить, что важно, что начинать делать первым, что делать вторым. Второй важный момент, я считаю, делать одно дело в одно время, то есть концентрироваться на каком-то виде деятельности. Вот очень эффективно в нашем обучении бывает тот момент, когда мы концентрируемся на чем-то, скажем, на выполнении задания, там, в течение 60 или 90 минут минимум. То есть выделять для выполнения какого-то задания продолжительные промежутки времени. Конечно, если мы можем выделить полдня или день, еще лучше. Ну и пару таких практических советов я дал студентам. Простых советов. Допустим, садитесь поближе к преподавателю. Вы будете лучше слышать, вас не будут отвлекать другие студенты, их компьютеры, и у преподавателя сложится у вас хорошее впечатление. Выполняйте все задания сразу же. Как только вы получили задание, в тот же вечер его выполнили. Перечитывайте конспекты. В тот же день вы записали конспект, вы его перечитываете. Потом перед началом следующего урока по этой же теме вы снова его перечитываете. Подумайте о том, как, скажем, повысить свой уровень или опыт в конспектировании. Допустим, можете работать и развить какой-то скоропись. Как писать быстро. Или потратьте несколько месяцев на то, чтобы научиться печатать вслепую, десятипальцевым методом. Вот вы потом будете пожинать плоды десятки лет и благословения. Ну, в написании работ следуйте инструкции преподавателя. Всегда делайте копии. Тоже очень важный момент. Были у меня ошибки в этом смысле. Ну, и еще один совет я дал бы. Такой последний. Не переживайте из-за оценок сильно. Вот. Пройдет 5-7 лет и будет не так важно, получили ли вы четверку или пятерку по предмету. Поэтому ставьте реальные цели. Если вы даже не получили самую высокую оценку, может быть лучше, чтобы вы провели просто больше времени с женой или с семьей, или потрудились в церкви. Поэтому будьте реалистами в своем обучении.